Несмотря на принятие, новый закон вызывает много вопросов. Неужели известную фразу «бьет, значит любит», которую привыкли употреблять с иронией, теперь можно воспринимать буквально. Ведь среди основных причин необходимости вычеркнуть из Уголовного кодекса России семейные побои, один из авторов законопроекта указал непоправимый вред семейным отношениям. Под побоями в подписанном президентом документе подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий. Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений. Рассказала изданию «Лента.ру», один из авторов документа, замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова. Теперь поднявшим впервые руку на своих близких грозит лишь штраф в 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы. А если рукоприкладство повторится, то уже тогда будет рассматриваться как уголовное дело. В ходе обсуждения законопроекта предлагалось оставить в УК РФ наказание за побои беременных женщин и детей, но эту инициативу почему-то отклонили. Дума, скорее всего, продумала вариант того, чтобы первичного не было. А когда будет система, то есть постоянная, тогда, извини, наказание и по полной мере ответственность. А вот специалисты в области психиатрии уверены, что новый закон не только не поможет снизить количество семей, в которых процветает рукоприкладство, а скорее увеличит количество напрямую связанных с этим преступлений. Здесь есть страшная деталь, которую, наверное, не все даже обдумывают. Женщина ведь тоже может быть агрессивной. И большая часть женщин, которые находятся в тюрьме за какие-то проступки, если это убийцы или же раньше нанесшие тяжелые повреждения, то это мужу или любовнику или сожителю. Это те, кто сначала подвергался насилию, а потом в качестве самообороны или мести ответили таким образом. По словам сотрудников полиции, за сутки от общего числа поступивших жалоб 30% приходится именно на побои в семьях. Но только 10% из них по результатам проверок подтверждаются. Однако зачастую, если факты насилия имеют место быть, то многие супруги предпочитают забирать свои заявления, либо отказываются от их написания для дальнейшего привлечения родственника к ответственности. На это действует ряд факторов. Прощают, не хотят выносить потом ссор дальше из СБИ. То есть можно смело сказать, что из 10 случаев причинения побоев или телесных повреждений именно в семье, между родственниками, только один факт, когда жена, либо муж, либо какой-то родственник желает до конца довести, так скажем, начатое. А вот согласно сухим цифрам МВД, только за 2015 год около 40% тяжких преступлений в России совершились именно в семьях. А это примерно каждое 11 убийство.